переводим звук у нас вот такой звук шаг 1 это мы его переводе заходим сайт аниманга вставляем эти символы в строку поиска находим звук это у нас будет переводка к шарах отлично подходит по позиционированию это будет шаг 2 шаг 2 смотрим куда мы будем размещать наши буковки сюда я напишу ша здесь напишу ра здесь напишу х третий шаг выбираем шрифт в я выбрала шрифт якоб c джейкоб c вот здесь не напишем джейкоб c обычный тоненький пишем ша смотрим подходит ли стоит не подходит в принципе я думаю что он подходит конечно жалость на что были углы и более остренькие но у меня в персонале нет такого шрифта который будет стопа сна подходил бы к этому звуку поэтому я остановила выбор на джейкоб c дальше ша написали дальше здесь по идее нужно написать ра и хэ но пока что мы этого делать не будем сначала разберемся с первой ша шаг уже четвертый да или пятый я уже сбила счета какой у нас шаг короче следующий шаг это мы буковку нашу увеличиваем чтобы мы увидели в конце концов нажимаем клавишу control растягиваем побольше и не важно что у нас та самая шрифт поменялся не пропорционально получился это в принципе здесь не так важно мы пишем необычный текст мы пишем звуки в звуках можно расширять и искажать буковки как нам угодно следующее что нужно сделать нам нужно обводочки сделать выбираем стиль слоя кликаем дважды нашу ша кликаем а первый у нас будет черная обводка а ширина размер 3 пикселя сойдет в принципе и 2 обводка беленькая у нас внешнее свечение ставим следующий шаг она нужна наша нужен узорчик такого узорчика у меня в арсенале нету я уже проверяла у меня есть полоски но они мне вертик горизонтальной полоски данном случае нужны вертикальные полоски поэтому данный узор на не подходит пока что клика ok тащу в стороночку наше ша и следующее что мне нужно будет сделать это сделать вот этот узор выделяем вот этот нашу буковку control c дальше файл создать новый файл размер из буфера обмена создается control v вставляем теперь приближаемся берем штампик и пытаемся восстановить вот этот вот узорчик едем вверх и вниз вот таким простым способом в следующем что мы делаем мы задаем узор кликаем на редактирование определить узор сохраняем его как узор номер 9 у меня в данном случае мне особо так не нужен здесь у нас выделение убираем выделение убираем переходим нашу ша кликаем снова по ней два раза выбираем наложение узора выбираем наш узорчик вот эти вертикальные линии если слишком маленький то мы можем сделать побольше вот такие примерно да сойдет вот так что еще что еще в данном случае здесь пока что схватит ваша у нас готова выбираем инструмент редактирования текста тащим нашу буку ша наверх теперь пытаемся ее поставить к так как нам нужно мы ее подкручиваем задаем нужный нам наклон вытаскиваем на те чтобы она была ну под нужным еще нужны длинные рассказать нужно длины нужно ширины вот так чуть чуть вот так в принципе здесь что можно еще сделать ну в принципе так усойдет чуть пошире и сделаю так вот ша у нас готово осталось теперь ра и букву х у нас уже полоски здесь существуют ну этот самый какой стиле слоя и чтобы нам не заморачиваться и не делать то же самое со вторым со второй буковкой мы просто-напросто создаем дупликат от этого слоя ша создать дупликат слоя перетаскиваем ее сюда набираем ра ра ее по-другому с зажатым клавишем клавиши control начинами подкручивать начинаем ее искажать как нам удобно и вставлять в нужное нам место еще со второй буквой ра вот здесь я секундочку ра и букву х когда поставлю там будет еще кое-что ра поставили конечно хочется закрыть этот велосипедный штукинс вот это вот чтобы клинирует так не так заморочно было с ним работать сделаем вот так вот да ладно так сделаем дальше создаем новый дупликат слоя и пишем букву х буква х ее поменьше вставляем сюда искажаем как нам нужно примерно вот так вот следующее что мы делаем у нас последние двух буквах идет небольшой градиент из светлого точнее из темного в светлое практически белый тот самый оттеночек поэтому последние две буковки мы совмещаем группируем в одну папочку control d ее называем арах чтобы мы знали что это такое и на эту группу накладываем градиент градиент нам нужен нужен секунду так значит на группу нужны градиент была не очень хорошая идея кстати говоря а я приняла что здесь убираем эффекты наши их копируем скопировать стиль слоя и вставляем на стиль слоя на нашу группу вклеить стиль слоя вот теперь неправильно все теперь на нашей группе ставим наложение градиента и градиент выбираем из белого беленького внизу у нас беленькая получается сто процентов непрозрачный он должен быть скажем на 10 процентов непрозрачный или 100 процентов все таки поставить на на включать посмотрим как у нас получится здесь тоже нас будет беленький цвет окей и здесь у нас сто процентов непрозрачный так смотрим как получается давайте чуть побольше сюда и вот так вот вот так вот такой градиент нам сойдет кликаем окей окей и последнее что нам осталось сделать это сдать работу клиниру чтобы он почистил все эти буковки японские за этим за этим делом но это уже работа не тайпера это работа клиника на этом все спасибо за внимание